Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24 продолжает программа Зона-Х. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. Более трех килограммов наркотика и четверо задержанных. Успешную спецоперацию провели бойцы наркоконтроля в Витебском районе. Первыми были задержаны трое жителей областного центра 23 и 24 лет. Их взяли при силовой поддержке ОМОНа. А в авто было обнаружено 3 килограмма дурмана. Это психотроп Мефедрон. Установлено, что ветерщане около трех месяцев работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Накануне задержания они приехали в Минск, где по указанию куратора забрали закладку с Мефедроном. В дальнейшем им необходимо было расфиксовать наркотик на мелкие партии и разложить по тайникам на всей территории Беларуси. В ходе проведения дополнительных мероприятий по пресечению деятельности наркошопа сотрудниками установлен еще один участник преступной группы. 29-летний Витебчанин задержан оперативниками в областном центре. В тайнике он хранил 50 граммов инфедрона, который планировал разложить на мелкие закладки на территории области. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Передаю слово Алене Лешкевич. В Минском районе погиб мотоциклист. 36-летний байкер-бесправник недалеко от агрогородка Михановича при обгоне столкнулся с Пежо. Легковушка в этот момент поворачивала налево. Мотоцикл вместе с его водителем отбросила в стоящий грузовик «Вольво». Байкер погиб на месте происшествия. Вот что бывает, когда кошка перейдет дорогу. В Минске водитель из-за четырехлапого животного вылетел в остановку. Благо там в этот момент никого не было. ДТП произошло по улице Южная магистраль. 22-летний водитель автомобиля «Ровер», увидев домашнее животное, не смог вовремя затормозить и его машину вынесло за пределы проезжей части. Во всяком случае, такую причину ДТП сотрудником ГАИ назвал сам автомобилист. Какого цвета была кошка, не уточняется. Аварии никто не пострадал. Захотел хлеба, а устроил зрелище. Почти полтонны зерна похитил работник фермы в Осиповичах. 34-летний поливод выгрузил около 400 килограммов озимых в лесу, чтобы потом перевезти на свой участок. Но во время транспортировки его задержали правоохранители. Продать продукцию не удалось, а вот получить крупный штраф вышло. Милиционер оказался в нужное время в нужном месте. В школе сотрудник уголовного розыска проезжал по мосту через реку Днепр и спас жизнь 18-летней девушки. Она собиралась прыгнуть в воду. Юная особа находилась под алкоголем. Она стояла спиной к воде и держала за ограждение. Милиционер, который случайно проезжал мимо, остановился с другими неравнодушными людьми, отвлекли девушку разговорами и вывели из опасной зоны. По словам спасенной, решиться на такой шаг ее подтолкнула ссора с парнем. Девушку для обследования отправили в больницу. На помощь трехлетнему ребенку из Солигорска пришли спасатели. Нога малыша застряла в батарее. Родители не смогли справиться самостоятельно и позвонили на 101. Сотрудники МЧС с помощью инструмента освободили заложника радиатора. Медицинская помощь малышу не понадобилась. Будешь крепким, хорошо? Не будешь плакать? Да. Пойдешь пожарное. Будешь сильным? Да. Все, все. Сама нам будешь. Это был проект «Зона Икс». Не пропустите наш вечерний эфир на Беларусь 1 в 18.15. Берегите себя и хорошего дня.